Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря данные по заказам на товары длительного пользования в США в 13.30 по GMT. В 15.00 по GMT ждем уровень доверия потребителей. Тоже американская статистика. И под закрытие торговой сессии в 21.30 отчет от Американского института нефти по запасам. Сейчас явно продавцы нуждаются в дополнительной фундаментальной поддержке и продолжающийся рост запасов нефти США, что является вполне логичным ожиданием, учитывая рекордный объем нефти добычи, может стать тем самым дополнительным катализатором и стимулом для развития нисходящей динамики и последующего тестирования брендом отметки 80 долларов и ниже. Давайте по порядку. Индекс доллара текущей котировки 103.66. Напомню, что с прошлой недели у нас тянутся протоколы последнего отседания американского регулятора. Главные тезисы этих протоколов заключаются в том, что ФРС принял решение сохранить выжидательную позицию, поскольку из-за сохраняющихся рисков усиления инфляционного давления преждевременный отказ от высокой процентной ставки, сейчас ставка в США 5,5%, может иметь куда более негативные последствия, нежели чем просто решение поддержать ставку на текущем уровне в течение еще пару, может быть, чуть больше месяцев. Поэтому представители американского регулятора, мы помним комментарии многих из них, в принципе, старались оправдать свою риторику тем, что еще недостаточные условия для того, чтобы принимать такие ответственные решения, как смягчение монетарной политики, и на рынке сохраняются предпосылки для роста инфляции. Причем все представители американского регулятора уверены, что те темпы снижения инфляции, которые удалось показать в прошлом году, они вряд ли будут сохранены в ближайшее время и в последующем, до того, как инфляция достигнет целевой отметки в 2%. Я считаю, что против представителей ФРС, против американского регулятора сейчас не нужно идти, и просто рекомендую вам смотреть долгосрочно на позиции доллара с оценкой перспектив изменения монетарной политики. Если вы хотите понять, когда все-таки придет тот самый момент, когда можно будет зашортить доллар, вы должны получить хорошую фундаментальную предпосылку в виде признаков скорого смягчения экономической политики. Но сейчас этих признаков нет. Мы разобрались уже, что в марте, в мае ставку точно не снизят. Есть определенные шансы на снижение ставки в июне, хотя многие инвестбанки, я активно слежу за аналитическим творчеством, скажем так, компанией Goldman Sachs. Аналитики этого инвестиционного банка считают, что ставка в США первый раз в этом году будет снижена только лишь в июле на 25 базисных пунктов. А в целом Goldman Sachs прогнозирует о снижении ставки на 100 базисных пунктов до конца этого года. Может быть, по объему совокупного снижения они и правы. В частности, по срокам я допускаю, что июль, да, будет тем самым периодом, когда будет принято это ответственное решение. Но до этих пор, как вы прекрасно понимаете, очень много времени еще. И в текущих условиях я считаю, что доллар может явно предпринять попытку для локального или даже среднесрочного роста. Поэтому держу длинные позиции. Золото 2033 доллара за тройскую омпцию. Пока что рынок остается вялым. Нужны дополнительные катализаторы. Сегодня на повестке заказан товар длительного пользования и уровень доверия потребителей. Безусловно, статистика повлияет на доллар, на доходность американских облигаций. Я надеюсь, что и на золото. А пока следующий момент. Десятилетний трежер, на который лично я обращаю очень большое внимание, с снижения, которое было зафиксировано в пятницу до отметки 4,21 процента. Вчера резко выросли до уровня 4,27. Это практически снова прежний локальный максимум, который мы видели на прошлой неделе. И снова обращаю ваше внимание, что, на мой взгляд, делать ставку на рост золота, когда параллельно растут доходности американских облигаций, не совсем верно и корректно. Я по этой причине, собственно, считаю, что золото может снова попробовать развить нисходящую динамику. Евро против доллара 1,0853. Ждем данные по инфляции, которые будут в глюконной в еврозоне в пятницу. До этих пор я бы рекомендовал европейскую валюту не лезть. Да и в целом вообще, если вы сейчас думаете, какой инструмент все-таки добавить в портфеле индекс доллара, либо пару евро-доллар, не имеет особого значения, потому что эти активы демонстрируют очень схожую динамику и практически имеют 90% корреляцию. И точно не нужно одновременно держать в портфеле индекс доллара и пару евро-доллар, потому что в этом нет никакого экономического смысла. Как действовать по евро? Если мы в эту пятницу получим дополнительный сигнал снижения инфляционного давления, я думаю, что точно рынок станет активнее закладываться под снижение ставки в еврозоне уже возможно даже по итогам майского заседания. То есть потенциально еврозона ЕЦБ может стать первым регулятором, который пойдет на смягчение экономической политики. И тактически долгосрочно это должно оказывать давление на евро. Доллар канадец 1.35, те же самые котировки, что и вчера. Ждем данные по ВВП Канады, которые выйдут в этот четверг. Я скептик в отношении предстоящего релиза, считаю, что данные разочаруют. Также я не верю в рост котировок нефти. Поэтому пара доллар канадец у меня сделка, которая открыта в бай. Доллар иена 150.45, вчерашний хай был 150.83. И здесь важно отметить, что иена остается под давлением факта рецессии в японской экономике, учитывая то, что экономика Японии снизилась по итогам двух кварталов подряд, что в принципе соответствует технической рецессии. И тоже такая ремарка, что из-за этого снижения японская экономика утратила статус третьей по личной экономике мира и уступила эту позицию экономике Германии. Хотя может быть ненадолго, учитывая то, что в Германии также была зафиксирована рецессия. Вчера мы ожидали данные по инфляции в Японии. Статистика в принципе оправдала ожидания тех, кто уверен в том, что Банк Японии не станет менять денежно-кредитную политику в ближайшее время. Снижение общего индекса потребительских цен с 2,6% до 2,2%. Базовая инфляция снизилась с 2,3% до 2%. Делаем вывод, что рецессия, снижение инфляции, то есть отсутствие перспектив того, чтобы индекс потребительских цен даже демонстрировал какие-то признаки роста, все это должно убедить Банка Японии пока сохранить ту политику, которую он проводит. Это политика мягкая, то есть политика отрицательных процентных ставок. Биткоин 55700 – наша первая цель сделана. Я думаю, что можно смело смотреть вверх и ждать уровня повыше. Факторы прежние – повышенный спрос со стороны инвесторов, институциональных ритейл-трейдеров, инвесторов из Китая, ожидания халвинга – это отличная фундаментальная база для развития текущего бычьего тренда. По австралийцу 0,6540 рекомендуют дождаться данных по инфляции, которые выйдут завтра. Есть вероятность усиления инфляционного давления, что может заставить Резервный банк Австралии оставить ставку на прежнем уровне. И потенциально текущие котировки по паре 0,6540, потенциально в рамках ближайших двух дней пара может снова протестировать сопротивление 0,66. И по рынку нефти 8160 текущие котировки. Ждем данные по запасам на этой неделе. На прошлой неделе они точно оказали давление на цены бренда WQCI. Ожидается, что запасы снова вырастут по итогам прошлой недели. И это может усилить развитие нисходящей динамики. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok